так друзья всем привет всем привет напоминаю вы находитесь на канале автоподбор 25 не забывайте подписываться поддерживайте нас всегда будете в курсе цен на японские автомобили и как бы как бы догадались даже из названия видео все-таки что то что же будет с правым рулем после нового года с правым рулем ничего не будет то есть он как был он так и останется единственное коснуться изменения именно не проходных автомобилей сергей нам сейчас расскажет всем это связано коснуться изменения груза груза пассажирских автомобилей это такие машины как нв-200 mazda бонга его нет то у нас или т.с. летайсы так как их можно было привести только на юрлиц и юрлица платили утилизационный большой налог как налог он поднялся и снова года будет еще поднят утилизационный сбор на сто процентов то есть цена этих машин возрастет и привести уже по нынешним ценам такую машину будет невозможно то есть еще раз повторяю рулем никуда не денется машины эти ну скорее всего они вестись будут ну естественно только цена цена возрастет как бы намного возрастет вот сегодня что мы хотим показать мы хотим показать именно вот эти автомобили то есть возьмем с вами видите как догадались мы сидим в бонге даба nissan mazda бонга ванет это то же самое возьмем nv-200 тоже популярный такой народный автомобиль до для для работы для бизнеса и возьмем наверное либо летаясь либо то у нас вот сейчас поедем по рынку соберем три автомобиля поставим в одно место и вкратце немного вам расскажем поехали вот пока значит выезжаем со стояночки вот ну что сказать про бонга да блин да нормально здесь сидеть за автомобиль и чувствуешь себя как за рулем троллейбуса руль руль прям как на автобусе на троллейбусе рабочая лошадка ладно сейчас уже все таки подъедем мы будем рассказывать про каждый автомобиль итак друзья как и обещали до поставили три автомобиля в ряд это у нас toyota town s летаясь они в принципе все одинаковые это у нас nissan nv-200 есть аналог deleka это у нас идет mazda бонга есть у нас nissan one давайте наверно начнем с бонги а именно сверху с внешнего вида да то есть они бывают во первых с высокой крышей с низкой крыша есть автомобили которые идут с форточками есть автомобили которые идут у нас без форточек бампера у нас идут цвет кузова они не красятся как правило такого капота там нету мы открываем там по моему омыватель омывателя стекол и в принципе в принципе все устанавливается по большей части на них грузовая резина двигателя у них идут 1 и 8 102 лошадиные силы следующий автомобиль это у нас nissan nissan vanette они тоже есть форточками есть без форточек кстати вот что он nv что бонги чтобы они прошли там можно все вот эти автомобили все машины они везутся только на юрлиц года у них не проходные значит чтоб они прошли там можно чтобы выдали птс и все сертификаты у них должны быть задние сидения что в бонгах в анетах что в нвш как также должны присутствовать ремни именно для задних пассажиров nv двигателя 16109 лошадиных сил следующий то у нас и летайся двигателя полтора литра 109 лошадиных сил но вот эти автомобили они по моему все идут сзади и сидушкой и с ремешком с ремешком безопасности и так значит открываем автомобиль сразу в глаза набросается дверная карта это бюджетные варианты ну и никакой там тканевых вставках речи здесь быть не может здесь у нас идет просто пластик есть автомобили которые идут на веслах на крутилась как здесь у нас идет два электрических стеклоподъемника водительское стекло он опускается автоматически то что такое автомат кнопку нажали стекло само опустилась в дверной карте у нас предусмотрен небольшой кармашек какие-то файлики туда можно положить не знаю книжки тетрадки что-то такое значит сидение у нас идут простые дермантиновые сиденья у нас ездит вперед ездит назад немного регулируются у нас спинка по наклону но так как сзади у нас установлена перекладина вот она вот перекладина соответственно опустить спинку мы туда не можем вот давайте присядем автомобиль сядем то есть вот не было вот этой ручки до в автомобиль был бы садиться проблематично то есть нужно было бы держаться за руль еще за что-нибудь вот удобная ручка при желании есть подножка то есть можно наступить мне эта подножка не нужна то есть я взялся за ручку под видите головой немного ударился сел в автомобиль так ну давайте так что касается именно приборной панели да вот она она находится перед нами в принципе все доступно все видно у нас идет стрелка механическая я называю так температуры двигателя механическая стрелка бензобака у нас установлен автомат и у нас идет спидометр до 160 километров ну и вот здесь у нас идет trip a trip b с правой стороны от рулевой колонки у нас расположен корректор фар и регулировка регулировка зеркал также в торпеде вмонтирована и большая колоночка про ручку я вам сказал посередине в посередине расположен у нас бардачок бардачок он ну понятно тоже тут идет какой-то такой полумягкий пластик и он довольно таки широкий весь он у нас поднимается у нас идет глубокий то есть увидите да вот можно допустим туда что-то положить с левой стороны от бардачка ближе к пассажиру тоже небольшая такая ниша продемонстрировать да можно то есть можно положить вот сюда вот так книжку тетрадку там записи какие-то делать здесь у нас идет с вами два подстаканника то соответственно для водителя и для пассажира включение 4 воды ручник кстати вот он находится между моей ногой да и бардачком вот он вот здесь такой незаметно если честно то есть не каждый его может увидеть с первого раза далее значит со стороны пассажиров у нас идет нижний бардачок в автомобиле лежит аукционный лист но к этому мы еще вернемся хотя давайте наверное сразу посмотрим то есть мы то уже знаем что с автомобилем автомобиль у нас больные 4 балла кузов автомобиля целый пробег у машину он соответствует что указано на доме 3 на доме 3 указано 146 тысяч километров также идет аэрбэк для пассажира у водителя тоже в рулевой колонке в руле вмонтирован аэрбэк я об этом не сказал идет та же самая колоночка дверная карта все то же самое что и со стороны водителя ну и также идет ручка ручка раз и ручка вот надо камеру сюда занести она сверху расположена вот далее идут солнцезащитные козырьки но они такие самые бюджетно никакой подсветки никаких зеркал там нету подсветка у нас идет только вот по середине да она идет для водителя зеркало зеркало заднего вида в автомобиле установлен климат-контроль ну как такой полу климат-контроль да то есть здесь у нас идет кнопочная а само включение печки у нас идет механическая установлена это не мультимедиа системы это обычный приемник но попадаются автомобили где устанавливаются именно мультимедиа-система вот здесь такой бардачок ниша до туда его можно обмонтировать вот этим делом у нас находится еще небольшое пространство но знаете вот туда вот как бы в глубину уходит туда мы что-то с вами тоже можем положить и вот это один из немногих автомобилях где есть пепельницы японцы давно от этого ушли потому что ну как старается не курить машинах вот в этом автомобиле все-таки они оставили оставили пепельницу так ну давайте наверное перейдем на второй ряд сидений и так как вы видите как мы уже говорили дверь идет здесь сдвижная электро дверей здесь нету как на автомобилях более высокого класса сиденье у нас идет тоже дермантиновая коврового покрытия как такового здесь нету тоже вот все идет резина кстати аккумулятор автомобиля расположен за водительским сидением вот ну тут нужно защиту кожух снять увидим с вами увидим аккумулятор даже не знаю с чего начать что сказать про дверные карты не вижу смысла рассказывать здесь их можно сказать нету никаких удост потому что автомобиль у нас идет грузовой ребят по месту ну как бы давайте попытаюсь залезть туда вместо много то есть коленки да у меня они никуда не упираются сидеть в принципе мне удобно но на далекие расстояния знаете вот как-то вот сел я куда-то провалился то есть были бы сидушки они немного повыше было бы было бы намного удобнее вот в принципе тут сказать больше нечего далее значит а по трансформации салона но как бы автомобиль идет грузовой груза пассажирский да то есть мы можем сюда посадить пять человек раз два три 4 5 и у нас все равно остается большого объема багажник но мы можем сложить сиденье складывается все очень просто сидушку поднимаем там идет фиксатор фиксировать мы сейчас это не будем и у нас получается ну просто нереально нереально огромное багажное отделение дверь мы закрываем давайте посмотрим именно задней части со стороны багажника кстати вот задняя часть автомобиля бампера они тоже в цвет кузова не красятся дверь и mazda зеркало заднего вида камеры заднего вида мало устанавливаться на эти автомобили поверьте вот это зеркало это полезная штука то есть ты смотришь зеркало заднего вида которая установлена впереди у тебя идет отражение вниз по бамперу видно все прекрасно грузоподъемность девятьсот пятьдесят килограмм дверь открывается на 90 градусов наверх вот она собственно багажное багажное отделение все вот эти автомобили они грузовые они ну как на них постоянно постоянно ездят поэтому они приходят с очень большими пробегами 146 тысяч для этого автомобиля поверьте это не пробег то есть это он можно сказать прошел прошел только только обкатку ладно закрываем и переходим к следующему автомобилю следующий автомобиль это у нас nissan nv200 напоминаю двигателя на них устанавливается 16109 109 лошадиных сил кстати все вот эти автомобили они идут переднеприводные есть автомобили 4 воды но если мне не изменяет память они начали выпускаться по моему с 17 года то есть к нам они еще они еще не возятся пойдемте пройдем по внешнему виду есть автомобили с туманками но данная комплектация без туманок на литье они приходят очень очень редко ручки в цвет ручки и зеркала ручки и зеркала заднего вида боковые в цвет кузова они не окрашиваются то есть они идут черные есть автомобили которые идут без форточек данная комплектация у нас идет с форточками кстати данный автомобиль он на зимней резине задняя часть автомобиля но вот смотрите для примера в салоне не помню не смотрел и есть там телевизор или нету но здесь установлена камера заднего вида и также имеется зеркало плюс ко всему здесь идет дополнительный стоп-сигнал грузоподъем из данного автомобиля составляет 600 килограмм далее значит с правой стороны тоже у нас идет форточка еще один такой нюанс вот допустим сравнить с бонгами с фонетами да они редко приходят когда у них стекла идут тонирована не тонирована защита от ультрафиолета вот данные автомобили практически все они идут защитой от ультрафиолета и так значит со стороны водителя начнем как обычно все с дверных карт дверная карта пластик но если честно она выглядит как-то намного посимпатичнее чем бонга чем в аннете все тоже небольшая ниша что-то можно туда у нас положить стеклоподъемник автоматический ну и сиденье у нас идет здесь тряпочное сиденье у нас регулируется она тоже ездит вперед назад и откидывается спинка сидений кстати там тоже установлен поручи ну ладно туда он потом вернемся на что касается посадки в автомобиль подножки у нас здесь нету снизу да но у нас присутствует вот здесь небольшая подножка вот если я в бонгу да как то вот получается залазил садился то здесь принципе сел вот 1 2 там два движения я сел в автомобиль далее значит центральная часть спидометр в принципе тоже все ясно удобно и доступно а руль у нас регулируется в двух положениях вверх вниз по вылету он не регулируется кстати пробег на данном автомобиле вот он в уголку указан 149 тысяч я думаю то что это тоже настоящий аукционный лист по кузову автомобиль целый он тоже 4 балла вот если здесь было написано 49 до тысяч пробег тогда наверно возникали бы вопросы 149 я думаю вопросов не возникнет у нас далее значит солнцезащитные козырьки но они как-то знаете вот пободрее если честно смотрятся чем вонга иван эти мы сейчас будем немножко сравнивать эти автомобили и вот здесь защелочки такие то есть скорее все думаю так для каких-то карт подсветки подсветки здесь тоже тоже нету здесь у нас корректор фар руль я говорил у нас обычный пластиковый открывание бензобака у нас правой стороны здесь идет бензобак и открывание капота а вот мы уже с вами с другой стороны до другого ракурса наблюдаем в отличие допустим от бонга от бонга здесь у нас нету подлокотника здесь у нас просто идет я не могу это назвать проход на второй ряд сидений да потому что во первых здесь у нас что-то типа бардачка небольшого столика два подстаканника и тот же самый вот поручнин да поэтому пробраться мы туда с вами не сможем автомобиль кстати у нас идет на автомате вот ну не знаю сюда можно что-то сложить в дороге здесь у нас идет кстати в этих автомобилях тоже есть пепельница да здесь у нас идет розетка печка у нас просто на крутил очках на включал очках и да вот установлена мультимедиа система кора зерия то есть камера заднего вида должна работать на автомобиле да она работает далее значит со стороны пассажира у нас идет подстаканник верхний бар но это не бардачок это наверное полочка и нижняя полочка но что верхняя что нижняя полочка что верхняя полочка они расположены под углом то есть они не прямо до расположены не вниз как-то короче говоря выпадать у вас оттуда ничего не будет и в центральной части где торпеда у нас тоже вот такого плана идет углубление то есть вот тогда примерно это будет выглядеть видите да то есть бумажка это оттуда вам никуда не денется дальше значит стойки идут но вот вот эти стойки которые боковые 1 стойка 2 стойкой вот если честно да они идут широкие как бы хотя бы и есть в этих стойках стекла но если стекла были немного пошире немного побольше не помешало бы конечно вот можно показать то что они маленькие наверное лучше с той стороны то что стеклышки они прям прям действительно идут маленькие если бы они были немного пошире было бы намного лучше вот ну и давайте посмотрим второй второй ряд сидений дверь открывается никаких принципе усилия не прилагаю все все легко открылась а что касается места да на данном автомобиле здесь место она надо вот покажем нашим зрителям сбоку как как-нибудь по ракурсу ну здесь она сразу в глаза образа у глаза бросается то что место здесь ну реально меньше чем чем бонго то есть я сел сел ну если честно если честно я бы вот этот порочный вообще отсюда был выкинул открутил бы его потому что вот но неудобно мне я бью с коленками дальше что мне здесь не нравится именно в посадке автомобиля я сел вот именно с левой стороны мне вот вот этот подголовник да он перегораживает все то есть как то вот но лично мне здесь сидеть неприятно я понимаю то что это грузовой автомобиль да ну тем не менее мне вот это вот мне это не нравится форточки ладно форточки открывать мы с вами не будем что еще показать здесь кстати здесь есть подсветка именно для задних задних пассажиров пойдемте пас монет пойдемте да посмотрим багажное отделение посмотрим багажное прогрузоподъемность вам говорили зеркало сказали дворник есть вот она сама багажное отделение вот автомобиль пришел в таком состоянии есть продавцы до которые стараются для вас для новых покупателей для будущих владельцев привести автомобиль в порядок ну как сделать его там посимпатичнее покомфортнее то есть стелить сюда ковровое покрытие есть автомобили которые уже приходят сюда с ковровым покрытием здесь как вы видите нету небольшая есть вот такие вот тряпочные вставки да не знаю можно назвать это наверное наверное шумоизоляцией итак давайте сейчас сложим второй ряд сиденью посмотрим насколько увеличился у нас багажник здесь у нас есть два рычажка с одной со второй стороны в принципе 2 их тянуть не обязательно 2 октянуть не обязательно можно их потянуть с одной стороны то есть сначала провод убираем друзья наверное нужно на микрофон до купить то что-то как-то неудобно в общем сначала складываются у нас спинка вот здесь есть рычаг мы за него тянем и сидушка у нас поднимается вот туда у нас она у нас с вами встает как бы можно опустить лапки но она встает немного дальше этого этого мы делать сейчас не будем мы пожалуйста оцените то есть состояние не состояние да а именно пространство багажного отделения так ну что тут еще вам сказать то ну как вы видите да вот здесь ремешков безопасности у нас нету видимо еще не доделали почему-то но еще хотелось бы ребят добавить то что вот данные автомобили что nissan v-net что mazda bongo о nissan v-200 что mazda bongo они есть в пассажирских вариантах но там уже совсем другая ценовая категория этих автомобилей они идут намного дороже следующий автомобиль это у нас идет toyota town а из двигатель полтора литра 109 лошадиных сил и так кстати дополнительное зеркало установлено я так понимаю на смотрит на переднее колесо ну к этому мы с вами еще вернемся зеркала заднего вида и ручка в цвет кузова тоже не окрашены на данном автомобиле установлены ветровики двери боковые идут у нас сдвижные грузоподъемность на автомобиле 700 килограмм кстати комплектация это джейловская сзади идет стоп-сигнал ну вот зеркало до которая смотрит вниз у нас на парковочное зеркало здесь она по объему объема она немного меньше далее значит но с этой стороны в принципе все то же самое основная масса большинство автомобилей тоже приходит защиты от ультрафиолета открываем дверь ну вот здесь уже знаете как то вот немного посимпатичнее сделано потому что сколько здесь наверно там 85 процентов это идет пластик и остаток это идет у нас тканевая небольшая тканевая вставка подверную карту вмонтирована колонка все те же все то же самое идет электрической стеклоподъемник это кстати такие автомобили такие автомобили они тоже есть на крутил очках сиденье у нас идет узнать вот дермантин вот это если честно я даже не знаю что это такое какая-то ткань такая она прорезиненная но непонятная посадка в автомобилях тоже есть очень удобная ручка ну вот здесь как бы две ступеньки да вот идет порог вторая ступень на порог мы естественно наступать не будем видимо кто-то на него наступает либо трется потому что он немного немного стерлся в автомобиль спел практиза сел практически я с первого раза ну и также начинаем с центральной части спидометров 180 механическая стрелка что машину заведем бензобак у нас идет электронные и друзья пробег на автомобиле тоже 143 тысячи то есть скорее всего он здесь не скрученный руль обычный пластиковый сказал ручка сказал солнцезащитные козырьки ну примерно такого же плана как и как и в бонге вот ну и спереди у нас идет подсветка подсветка идет для пассажиров автомобиль заводится у нас ключа которые бесключевой доступ таких таких автомобилей таких комплектаций здесь нету а значит с правой стороны у нас идет такого плана выдвижной подстаканник идет регулировка зеркал лево право туманки корректор фар ну и снизу у нас идет снизу идет открывание открывания капота здесь у нас кстати я не сказал вам про спинки до с другого ракурса спинка у нас тоже регулируется по наклону но опять же здесь установлен поручень и назад она не откинется вперед откинется один такой небольшой нюанс то есть когда я давай искать ручку до с правой стороны как это обычно во всех автомобилях чтобы спинку откину с правой стороны я не нашел она у нас расположена с левой стороны здесь из удобств для водителя для пассажира у нас идет один подстаканник но-то наверное по большей части он будет идти наверно для пассажира потому что для водителя у нас есть вот с этой стороны ручник на том месте где положено вот небольшие вот такие вот два бардачка 1 бардачок 2 бардачок а кнопка включения 4 воды то есть автомобили у нас заднеприводные кнопочку мы нажали передние колеса у нас подключились мы поехали автомат печка на включал как вот что есть обогрев заднего стекла кондиционер все есть снизу и в этом автомобиле у нас есть пепельница то есть ну видев грузовых грузовых автомобилях они все-таки это оставили на торпели никаких выемок никаких там не знаю бардачков нету со стороны пассажира бардачок кстати вот лежит аукционный лист 142 тысячи пробег кузов принципе автомобиля кузов принципе у него идет целый ну и соответственно сидушка пассажира она у нас ездит вперед назад также регулируется спинка если взять допустим бонга ван это да то не бонга ван это nissan on 2 200 там сидушка у нас она не регулируется то есть вперед назад она не ездит давайте посмотрим второй ряд сидений итак ребята второй ряд сидений вот этот поручень и он тоже как-то не знаю не нравится посадка в принципе удобно и удобно но место мне кажется здесь маловато идет если сравнивать с бонга с ван этом там место намного больше тебя от коленок до переднего сидения не знаю там расстояние еще идет полметра но допустим сейчас я сравнивать этот а у нас и nv200 nv200 я садился передо мной был вот этот подголовник здесь удобно то есть подголовка второй ряд сидений да он расположен как бы немного повыше расположен немного повыше чем первый ряд сидений поэтому как-то вот просматривается все все намного лучше три ряда сидений и этот автомобиль у нас уже идет с ремнями безопасности вот что еще ну удобств удобств здесь никаких принцип нету стекла здесь у нас не открывается здесь даже нету ручек чтобы можно было ехать держаться потому что автомобиль гоночный едет он быстро вот будем держаться за этот поручень вот сейчас разложим с вами второй ряд сидений камеру выключаем вот ребят камеру выключили целенаправленно потому что одному человеку разложить сидение проблематично то есть спинка то она поднимается легко опускается да но вот именно нижняя часть автомобиля здесь идет по 2 фиксатора 1 фиксатор 2 фиксатор 2 рычага и нам нужно их отжимать одну одновременно до чтобы поднять ее ну и соответственно лапка у нас прячется прячется вниз давайте оценим багажное отделение именно с этого ракурса довольно таки она объемная и пойдем с вами посмотрим со стороны багажника значит багажное отделение дверка у нас кстати тоже открывается на 90 градусов не знаю то многие просили мерить проема не проема ну с рулеткой не знаю наверно не будем ходить мерить то есть вот она не знаю можете оценить по высоте кстати кстати тоже он знаете вот получается прям как квадратом он получается именно вход в багажное отделение и так здесь у нас тоже постелен дермантин где-то мы встречали где идет ковровое покрытие но это очень редко и возможно это уже это уже стелили здесь никакой шумоизоляции здесь тоже нет вот какие-то вот маленькие идут вставочки обратили до внимания то есть все такие автомобили они приходят именно вот они рабочие поэтому они приходят немного покосаны багажное отделение когда вы видите целый автомобиль скорее всего внутрянку не выйдет крашена хотя в принципе в этом страшного тоже ничего нету потому что ну не знаю продавцы делают бонус готовят автомобили для вас потому что все равно намного приятнее будет ездить когда автомобиль у вас внутренняя сейчас автомобиля она у вас в порядке собственно вот сама багажное отделение не знаю сюда можно два холодильника за три телевизора короче пол квартиры сюда можно загрузить ладно закрываем итак друзья поснимали немного с другого ракурса да у нас как-то не знаю не принято видео снимать давайте сейчас все как обычно все привычно немного расскажу и так бонга кстати извиняюсь начали видео я вам сказал да то что здесь открывается капот туда заливается мальча жидкость друзья я перепутал извиняюсь не надо писать комментариях там плохие слова и так значит ну в принципе что и так то здесь все вам показали все ясно удобно и доступно до двигатель находится у нас под сиденьем давайте посмотрим со стороны двигателя ну наверно заведем его раз завели то есть здесь два фиксатора 1 фиксатор 2 фиксатора и вот здесь фиксатором и двигатель цепляем радиатор двигатель 18 напоминаю двигателя нереально стоит клевый хороший не убиваем у них есть а небольшая болячка да они там поджирают поджирает немного масса но это это нормальная скажем так тема да для этого автомобиля кстати вот эти все автомобили по моему я об этом еще не говорил они на юрлице то что на юрлице привозят заговорил на всех автомобилях должна стоять кнопка гонас посмотрим что у нас по низу происходит с автомобилем о виде вот вот прям камеру блин привод сюда поставил да вот видите рыжики мелкие ой некоторые там увидят говорят ой машина ржава ой там коррозия пошла да где же вы это где же вы видите я не знаю в этом коррозии это не коррозия это это все потрется блин тряпочкой обычной вот ну в принципе что с бонга наверно будем заканчивать до про форточки говорил кстати вот здесь идет крепление для багажника принципе все такое все основное вам сказали да кстати ребята что касается рыжиков рыжиков да потом приехал вес не помню когда проверяли ds проверяли ds там а блогов короче говоря выложили видео да то что якобы там автоподбор 25 подобрал там ржаевый автомобиль и так далее ребят вот сколько прошло уже наверно полгода где-то получается вчера вчера да наверное вчера или позавчера мы с работаем с человеком подбираем у машину даже не подбираем да просто мы смотрим смотрим машинки нет вру ребят вру мы ему подобрали машину honda shuttle он ее уже получил да что то мне с памятью и он оказывается списался с этим человеком списался с этим человеком и тот ему рассказал всю правду оказывается ребят это было не ржавчина он взял и протер этот тряпкой не осталось ни одному рыжика поэтому прежде чем что-то вот говорить в нашу сторону ну нужно разобраться это так просто накипела накипела немного высказали ладно а тему немного отклонились до возвращаемся к нашему замечательному автомобилю и так это 16 мотор ясно удобно доступно все понятно кстати мотор работает как часики давайте еще захватим немного сюда заглянем что и что я тут еще мог вам не сказать не знаю в принципе наверное наверное все сказал да о чем могли забыть ни о чем мы не забыли пробег 149 тысяч все у нас совпадает ну и третий наш работяга капота твой капота двигателя у него здесь нету как видите здесь у нас просто радиатор тормозная жидкость это у нас расширительный расширительный бачок сам двигатель у нас находится тоже под сиденьем как раз открыли ну двигатель конечно он поменьше работает как часики аккумулятор вот в этом месте ржавчины коррозии не наблюдается ребят на автомобиле кстати зимняя резина стоит самое главное верно всех интересует цена да цена сзади у нас мост ржавчины нету запаска у нас есть сейчас посмотрим ценник джелл комплектации это хорошая комплектация в других автомобилях такого плана сидушек там нету там идет идут сиденья попросим и так значит цена на автомобиль цена на автомобиль сейчас будем узнавать у продавцов не написано не написано нигде на н.в. тоже не написано ладно сейчас узнаем и так то у нас 14 год 4 балла 4 воды стоит 660 тысяч рублей н.в. 200 аукцион номер лота число uss осака оценка 4 в автора стаможна на юрлицо глонасс есть коррект короче говоря есть все четыре балла 640 тысяч рублей mazda bongo но это хорошая комплектация стоит mazda bongo 750 тысяч рублей 2013 год бензин 4 в.д. аукционная оценка 4 балла ребят но вот сейчас автомобили будем разгонять по местам до начнем мы с бонки и хотим немного продемонстрировать как работает на автомобиле 4 воды то есть постоянно до постоянно он идет задний привод сейчас мы сергея попросим сейчас чего на задний задний привод давай поехали у нас левая до колесо буксует поехали-поехали то есть вот у нас там никакого lcd моста нету поехали она у нас просто тупо буксует автомобиль никуда не едет включаем 4 воды включили 4 воды подключается у нас передок все автомобиль у нас выехал без проблем друзья но сегодняшнее видео наверное будем заканчивать надеемся вам это понравилось да вот такого плана когда мы видео снимаем на сегодня все всем пока всем пока и подписывайтесь на наш канал автоподбор 25 25